Тут в стороне дороги я нашел какое-то сооружение каменное. Кому интересно стоить здесь в Финляндии. Здесь нашел черничные места. Такая вот плантация здесь. Красное шоссе и такая местная дорога. Вот установки, от которых вот такой забор был в конце этой дорожки в Крыму. Это место мне очень напомнило. Привет всем. В этом видео я хотел бы вам показать местность, где я проживаю сейчас. В одном из прошлых видео я уже показывал. Видео было с музыкой, но сегодня я хотел бы вам сделать видео со звуком. Озвучить то, что находится вокруг, показать это все. Может кому-то это интересно. Посмотрим другие места еще, где я до этого не был еще. Я вообще практически здесь ничего не видел еще вокруг. Вот здесь находятся старые дома. Вот строятся там новые дома уже. И здесь есть новые жилые комплексы. Вот построены новые дома. Большинство еще квартир в этих домах не заселено. И там вот есть игровая площадка. Это дорожка, она для людей, кто хочет прогуляться, кто хочет на велосипеде прокатиться, бегом заняться. Вот видите, свежая поверхность такая. Это скорее всего какая-то машина ездит здесь и поднимает верхний слой, чтобы он был мягенький. Вот здесь видно игровая площадка. Но почему-то я здесь детей особо никогда не видел, чтобы играли. Сегодня у нас суббота. Сейчас 14.15. То есть чуть больше, чем после полудня время. И людей практически не видно. Вернее их вообще не видно здесь. Вот в том доме в новом. Там больше половины квартир еще не выкуплено. Еще никто не живет. Хотя, может быть, можно и снимать эти квартиры. Я не знаю. Около дома есть парковка. Вот, как мы видим, через каждые примерно 200 метров ставят вот такие скамеечки, чтобы человек мог отдохнуть, посидеть, размыслить. Рядом мусорное ведро ставят. Возможно, у человека появляется мусор через каждые 300-200 метров, и он может его выбросить. Очень хорошо сделано. Потому что бывает, идешь и не найти ни одну мусорку. А выбрасывать не хочется мусор. Просто так. Это нехорошо. Здесь это все предусмотрено. Вот очередная следующая скамеечка. Тут меньше 50 метров, наверное. Довольно часто они поставлены. Возможно, это сделано, чтобы люди могли посидеть в одиночестве, поразмыслить. Здесь люди отдыхают. Можно гулять. Практически никого не видно сейчас. Вернее, никого и нету. Очень такое спокойное, тихое место. Вчера вечером сидели здесь в машине. Уже было темно. У меня была рабочая смена. Я видел зайцы гуляют здесь. Еще какое-то животное, я даже не знаю, как оно называется, пробегало. Похожее на кошку. Но это не кошка. Хвост чуть другой. Я точно не знаю его название. Еще здесь говорят, есть эти олени. Тоже маленькие. Не знаю, как они правильно по-русски называются. По-фински пеура. Вот. Это мне финны сказали, я сам не знал тоже. Вот эта дорожка, она идет. Здесь я хотел еще вам показать место. Там гольфовая площадка тоже находится. Вот. Поле для гольфа, скажем так. Может кому-то это будет интересно. Впереди я не знаю, что это за будочка такая. Из кирпича сделанная. Сейчас подойдем, посмотрим. Ну интересно то, что здесь люди, я не знаю, кто за этим следить должен. Ну вот. Мы ходили и тут в лесу очень много поваленных деревьев. Вот так вот они валяются. И практически не убирают их. Горами вот так вот. Сейчас даже можно видеть это. Горами лежат такие деревья. Я спросил у местного одного финна. Вот. Он говорит, он не знает почему так. Просто лежит все поваленные деревья. А, как оказалось, это трансформаторная или электроподстанция какая-то. Вот. Сейчас мы пойдем всем. Наверное, посмотрим гольфовую площадку. Потом пойдем еще. Ходить можно. Людей нету. Спокойно. Никто не мешает. Там вот знак. Отсюда не видно, что место для купания там. Я туда ходил, снимал вам видео с музыкой где было. Но, к сожалению, там купаться невозможно. Там сделаны такие плавучие мосты. Мы подходили туда. И там просто невозможно купаться из-за того, что там трава под водой плавает. Вернее, она растет и не плавает. Под водой трава. Ее видно. Это неприятно. То есть все предусмотрено. Но траву никто не убирает. И поэтому лезть сюда как-то не очень-то хочется. В эту траву. Ну, здесь начинается уже эта гольфовая площадка. Хотя в гольф тоже особо не видел, что кто-то играл. Но тут все предусмотрено. Хотя нет. Вот люди ходят там с флажочком. Дорогой вид спорта. Дорогое удовольствие. Сейчас ветер может заглушать звук. Я знаю, что такое ветер для микрофона такого. Извините за качество звука. Может быть, будет шум. Вот, да. Там люди играют уже. Сейчас подойдем, посмотрим поближе. Тут какая-то сауна-вилла находится. Какие-то сердечки. Я не знаю, что это значит. Такая дорога. Вот здесь поле для гольфа. Люди вот играют. Здесь что-то начинали строить, но так ничего себе не построили. Разровняли камни какие-то. Я думаю, туда дальше нет смысла особого реки. Просто сейчас посмотрим там издалека. Дело хорошо все. Все-таки люди играют. Но сегодня суббота. Понятно, что люди выходные. У них свободное время. Они могут позволить себе потратить время на удовольствие. Здесь вот такой вид открывается. С той стороны реки уже находится город Эспо. Район Эспон-Лахти, насколько я знаю. Здесь вот, видно, планировали какое-то строительство. В стороне дороги я нашел какое-то сооружение каменное. Если я правильно понимаю, что это руками человека сделано. И решил вот зайти сюда. Здесь какие-то полуразрушенные здания. Смотрим, что здесь есть. Смотрим, что здесь есть. Хотя я не знаю, это чья-то постройка. Кто-то здесь живет. Смотрим. Там банки железные. Нашмак какой-то. Находки такие. Телезные здания. что-то стоит а вот часть дома какая-то это сарай был раньше не знаю смотрим что же это было да все разрушилось туда опасно залазить может все обвалится такое сооружение я здесь нашел выходить видите как я и говорил очень много деревьев просто так валяются никто не убирает тут я нашел около гольфового поля вот такой домик здесь не знаю конечно для чего он точно предназначен но находится на территории этого поля скорее всего может быть здесь или живет или просто находится человек который ухаживает за всем этим полем что ладил я там в этом лесу можно назвать это лесом показывал вам этот развалившийся сарайчик сейчас вот подхожу к такому старому старому дому какому-то с этой стороны знаю кто-то там живет вообще на окна в занавесах не видно кунта он запущенном очень сильно состоянии ну конечно это сравнительно запущено здесь вот уже видно новый район построен строят вовсю там видно строительные материалы строитель входит здесь вовсю идет стройка новых районов в этой части в этой местности здесь вот такие красивенькие деревца посажены такой парк сделан скорее всего относится к этому дому который там вот да пройдемся посмотрим что еще интересно можно увидеть какая-то старая до старое здание находится да может раньше какой-то сельскохозяйственное учреждение сейчас вот гольфовое поле повсюду скамеечки мусорные баки мусора практически я здесь не вижу скорее всего люди ухаживают стараются для себя там маленькая беседочка такая к тому дома наверно относится вот смаячат дома но района уже тоже пока не видно чтобы особо кто-то жил все планируется какое место стройка тут идет полным ходом сегодня в суббота никто не работает не знаю может единицы строителей только это занимаются работой остальные наверное отдыхают все таки здесь вот парник с помидорами я вижу там пару маленьких помидорчиков что-то у них так растет аж на наружу вылазить помидор много на такие маленькие они люди занимаются садоводством огородством кому интересно строительство в финляндии я тех показываю как здесь обустраивают парковочные площадки здесь вот такие решеточки сделаны туда загружены камушки гранитные таких вот стенок я здесь довольно много видео парковочное место на на каждую квартиру 1 1 рассчитана вот так вот происходит строительство охрана я не знаю если здесь вообще машины есть вот здесь какие-то конторы строительные находятся пойдем посмотрим можно увидеть еще хочу показать вам как фирмендии ограждают опасные места где можно упасть здесь вот такая скала например и они ставят такие столбики сетки натягивают чтобы люди и животные не упали обезопасивают на место натягивают а вот тросики видно чтобы это все держалось надежно и вот таким образом создают безопасные места для прогулок или вот чтобы животные случайно не выпали туда вот здесь нашел черничные места кто не видел как черника растет вот могу вам показать я попробовал довольно сладкая и очень много вы не сказать чтобы очень но довольно много еще таким образом на таких кустиках растет черника ну вот я нашел бруснику так она растет вот что-то не видел смотрите очень полезная ягода очень вкусно вкусный передать на самому попробовать моя основная цель была найти эту ягоду здесь пока еще немного еще похожу поищу может найду решил полазить здесь по местности по этим горочкам посмотреть что что здесь и как и посмотрим может еще что-то можно найти тут видел ягоды ягоды уже показывал вам грибы тоже видел заберемся на эту горку посмотрим что оттуда можно увидеть такого тут под мхом находится гранитная скала скрытая тонким слоем земли дерна мхового сюда видно уже вот те новое здание новые постройки как это выглядит как это выглядит вы можете видеть здесь скала и дерна полы даже встречаются какие-то грибы сыроежка очень много засохших деревьев и даже не знаю как они здесь в скалах в этих граните в этом растут как вы видите здесь гранитная площадка такая и вот дерево правда оно уже высохло видно очень старое такое дерево как оно растет я не понимаю скалах в граните видно что ты ему дает возможность расти а вот здесь я нашел гриб если вам покажу его нету цели собирать грибы сегодня такая плантация здесь здесь ягоды здесь ягоды много здесь можно найти еще сейчас буду собирать потом дальше продолжим вот еще одно завалившиеся дерево я здесь нашел очень большое место где клюква есть вот смотрите есть так она растет таким образом здесь вот вся полянка клюкве надо сейчас будет собрать ее собираю вот такой пакетик потом дома буду кушать вот нашел очередное хорошее место где очень много клюквы все тут прямо все везде клюква есть также черника есть сейчас здесь еще пособираю и уже пойду пойду еще что-то покажу вам интересного здесь какое-то животное видно чё-то ковыряло обломаны покажу вам еще а то вы можете подумать что тут рассказываю вам о природе о том что вокруг моего дома находится показываю только всякие ягоды нет я постараюсь что-то найти просто сильно увлекся ягодами вот я сейчас покажу сколько я сейчас насобирал уже вот той стороне я собирал ягоды там вот в низинке я нашел солнечная сторона видно там очень хорошо они созревают эти ягоды черника и клюква сейчас я хочу выбираться смотреть что еще можно показать а с этой стороны сейчас я вам покажу очень аккуратно ходить попасть между камнями ногой ломать ногу вот с этой стороны скоростной шоссе и такая местная дорога не скоростная и вдоль этой не скоростной дороги расположены остановочки автобусные здесь планируется очень много домов построить потом покажу эти места сейчас я буду на найти вдоль этой дороги если будет возможно по лесной части видно как тропинки есть такие если есть тропинка значит можно как-то пройти здесь различные деревья растут я не знаю их название не елка что-то наподобие елки вот елки есть еще какие-то хвойные породы деревьев здесь вот видно мост для машин сделал я не знаю как пешеходы по нему могут ходить или нет посмотрим еще есть вот так шел шел сейчас набрел на еще одну велосипедно-пешеходно-беговую дорожку есть очень такие каменистые места поэтому очень аккуратно надо спускаться я только что спустился с этой горочки вот он уже этой дорожке нахожусь пойдем посмотрим куда дальше буду стараться нести камеру ровно чтобы не было никакого качания предыдущие видео конечно там было заметно очень сильная тряска учусь держать камеру ровно чтобы не было никаких качаний извините за такое качество буду стараться лучше и лучше снимать видео чтобы вам было приятнее смотреть сам знаю что такое когда картинка трясется ничего не разглядеть очень хорошая дорожка такая сделана здесь вот видно выдалбливали скалу чтобы аккуратно провести эту дорожку и там в конце поставили за заборчик видно еще ходить по ней нельзя но этого не знал поэтому пошел по ней сейчас выйду на дорожку пойдем посмотрим что там еще дальше можно такого посмотреть увидеть тут и сделать лес идет такой лесочек вот такой заборчик был в конце этой дорожки что якобы еще нельзя ее использовать но я прошелся я думаю никто не обидится на это еще хочу показать одну интересную вещь что я нашел ну конечно это ничего такого нового одуванчик сейчас уже 12 сентября от миландии до сих пор есть одуванчик у нас в эстонии одуванчики где-то в июле или даже в июне уже их нету они отцветают и разлетаются эти одуванчики а здесь вот до сих пор можно найти и встретить такой уникальный цветок вот остановки о которых я говорил одна из них закрыта стеклом и они довольно часто здесь расположены через каждый примерно 500 метров больше здесь планируется строить еще район вот сейчас вы видите впереди дорожная техника стоит и туда уходит влево дорога они планируют здесь еще строить район дорогу уже прокладывают потом начнут строить хотя сейчас мы пойдем просмотрим может быть там уже что-то начато какое-то строительство посмотрим тогда вот уже даже название улицы есть против солнца плохо видно сейчас я обойду с другой стороны вот знаки дорожные и название улицы пойдем посмотрим здесь очень много всяких цветочков лес и вот материал материалы строительные лежат сделаны мордюры из гранита выложены дорога качественно сделана пойдем посмотрим что там хочу показать вам пока вот иду что здесь я вижу кажется здесь как перекресток что ли сделан какое-то на этом месте еще дорожные камушки не выложено до конца здесь как такое чуть-чуть запущенное место дороги расходятся в разные стороны смотрим что там дальше еще есть за этими горочками видно как какие-то автомобильные что ли дороги тут будет перекресток как я понимаю сейчас все в замороженном состоянии находится здесь дорога такая довольно хорошая дорожка сделана пока на этом остановлено все домов я тоже пока не вижу здесь вот планировка есть какая-то гляньте усима планировка домов есть как это будет выглядеть в будущем так что кроме дорог и то недоделанных ничего нету хотел бы для строителей показать вот как они используют бордюрные камни вот выточены из гранита такие камушки как я понимаю здесь острый угол и для колеса автомобильного если машина наедет на этот острый угол ничего хорошего наверно не будет кажется это не очень хороший вариант ставить либо надо сглаживать этот угол чтобы не было острого такого даже палец можно порезать если хорошо провести вот нашел очередную подстанцию кстати щиток харю электр возможно это эстонского производства вот эти дверки или что то такое потому что знаю в эстонии похожая фирма какая то есть здесь вот они дорогу не доделали инструмент разбросали молоток какой то там валяется здесь строительная техника тоже а здесь в лесу я видел сейчас или ягодники или грибники лазят по лесу вот техника так вот как закончили работу так и осталось она стоять единственное вот ковши придавили этим тракторным ковшом наверно лишний раз никто не трогал а так вот в таком состоянии остается все когда стройка не ведется сегодня выходной поэтому сейчас вот так вот все оставлено вот здесь дорожка ее только вот построили сейчас а здесь уже видно что старая дорога здесь я смотрю забор вот этот вот который здесь идет за забором находится это гольфу поле для гольфа то есть такое довольно большое поле оно огорожено со всех сторон и вот здесь дорожка для занятия спортом и прогулок здесь вот они сделали такие водосборные каналы вода вытекает куда то на территорию гольфового поля идет просто взяли закопали туда большую канализационную трубу диаметром наверное 400 или 500 миллиметров и вода проходит через вот это вот можно сказать такой мостик здесь конечно застаивается немножко видно с глубиной они просчитались куда дальше сейчас посмотрим что-то там какие-то бочки что ли стоят посмотрю что это за бочки покажу вам это оказались не бочки это оказались верхние части колодцев люки как в простонародье их называют ставятся на эти части они сейчас верх ногами лежат так что никакие это не бочки как я думал ладно я буду разворачиваться идти в сторону дома да вот такая вот природа в Финляндии отличается от Эстонии в Эстонии меньше гранита леса тоже хватает хотя тут до Эстонии 80 может 100 километров и уже такая разница в природе буду по пути идти еще что-нибудь покажу вам тут вот столбики стоят с освещением фонари освещения и в ночное время они зажигаются можно безопасно ходить здесь прогуливаться в безопасном смысле того что не наткнешься на что-нибудь не споткнешься все видно освещено если конечно вы боитесь зайцев то лучше ночью не гулять а так в принципе можно ходить вот такие дороги здесь построены уже что-то еще не достроен на том перекрестке я уже снимал потом пошел в другую сторону и теперь я вот возвращаюсь уже не знаю конечно почему до сих пор здесь домов не построено как они потом это планируют все сделать возможно здесь уже подведена и вода и электричество и канализация видно водопроводные краны вот стоят синенькие там все подойдут покажу ну домов пока нету когда-то они наверно планируют все-таки это все обустраивать так это все делается в Финляндии сначала дороги делают потом дома сейчас пойдем посмотрим дальше что там еще можно увидеть думаю что то что здесь все новенькое никто не запретит не ходить вроде бы никаких запретов нету нигде не написано что нельзя ходить по новенькой дорожке поэтому походим здесь видео наверное уже очень довольно длинное получится я думаю кому интересно тот будет смотреть спасибо вам что вы посмотрите видео посмотрим видно мы идем к той стройке опять в которой я уже был я года три назад был в Крыму вот это место мне очень напомнило Крымские горы очень похожий ландшафт деревца вот эти хвойные мне очень понравилось в Крыму советую кто не был съездите походите в горы конечно кому это интересно прогулки по горам вот это очень напоминает эти места очень напоминают мне Крым вот вот я сейчас дошел до задней части этого райончика здесь у них огромная куча гранитного щебня насколько я понимаю строительная техника стоит вот такой здесь вид вот такие здесь скалы вот эта дорожка которая идет к нашему дому здесь вот видно эти ограждения о которых я уже ранее говорил и показывал чтобы никто не упал оттуда никакие животные не люди здесь вот так это все скале выдолблено и сделана такая вот дорожка здесь автобусные остановки там находятся хотел вам еще показать вот такая вот кольцевая развязка маленький такой пятачочек здесь можно сказать маленький перекресток и он сделан в виде кольцевой такой дорожки кольцевой перекресток так он выглядит а там за забором находится скоростное шоссе здесь скорость ограничена здесь если я правильно помню 50 км в час была скорость и вот такой вот перекресток да еще напоследок хотел вам здание такое показать домик частный вилла вагабонд называется такое здание такой дом большущий может особо ничего не видно на этом я хотел бы завершить сегодняшнюю нашу прогулку надеюсь было интересно показал то что мне было самому интересно то что я нашел вот уже скоро будет вечер я заканчиваю свое видео спасибо всем за просмотр пока 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 дам все